Воскресенье 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 Он получил известие о смерти своего отца Князя Владимира Князь Борис Имеющий при жизни Князя Владимира Получивший в отдел город Ростов Был ростовским князем И вот он был очень популярен И любим среди народа За свою доброту и справедливость За свою богатую жизнь Любой человек, который богослужит Он добр, справедлив и правосуден Тот, кто живет по воле Божией Потому что Бог добр, справедлив и правосуден Тот, кто исполняет волю Божию, становится таким, как Бог, уподобляется Господу, обоживается. И его воины, его дружина, сильная дружина и народ предлагали ему, пойди займи престол своего отца, будь киевским князем, мы тебя ждем, мы тебя любим. Но Борис, зная, что у него есть такая возможность, да, он может войти с войском, захватить киевский престол. Нам кажется удивительным этот, уже таким обыденным этот поступок его, что он не пошел воевать против старшего брата, брать эту верховную власть. Ну, мы привыкли жить в христианской цивилизации, у нас уже иные ценности. А в те времена родные братья убивали друг друга ради власти, ради денег. Братья, сестры травили друга, убивали, воевали с друг другом. И вот князь Борис не стал воевать с родным братом. Но Святополк, это был тот человек, который, ну, вот у него в жизни, видимо, было главное не служение Богу, не спасение души, а быть богатым, иметь власть, полюбил, видимо, был поражен страстью властолюбия, сребролюбия этими тяжелыми страстями. И бес Сатана удобно управляет людьми, сделает их своими рабами через любые страсти. Порабощает, вводит в печаль, в грусть, в страдания и в страшные греховные поступки заставляет делать такого погибающего человека, который возлюбил не Бога, а что-нибудь или кого-нибудь другого. Мы должны любить первое, главное, заповедь Господа Бога своего. И второе, подобное, и брата своего. Если мы возлюбили удовольствие от денег, от карьеры, от славы, от того, что нас почитают, нам хвалят, что за деньги мы можем купить удовольствие или приобрести предвозношение над людьми, вот это я люблю, вот это мне нравится, например, купить дорогую одежду, дорогой автомобиль, дом для того, чтобы превознестись над кем-то. Фе, видели? Я вот какой. То этот человек становится удобным орудием Сатаны. Сатана дальше включает зависть, разжигает зависть в человеке и говорит, ты видел? Да, у тебя хорошая одежда, дом и машина, а посмотри, у него в два раза дороже, вот он лучше тебя. Видишь, какой он? И через зависть, после зависти приходят осуждения и ненависть, потом человек начинает впадать в любые преступления, зависти. Мы знаем, что зависть – это не просто грех, а страшный грех, который приводит к человеку убийству. Первое убийство было совершено именно из зависти. Каин убил Авеля. И богоубийство, убийство людьми Бога, распятие, распяли Господа, именно из зависти, потому что завидовали его святости. И страшные революции во всем мире, особенно у нас в стране, которое потрясло в 20 веке. Взаимное убийство русского народа, истребление, уничтожение, которое ради мифического светлого будущего привело нас в разрушение и в распад. Вот эта революционская башня коммунизма рассыпалась. Почему? Потому что хитро разожгли зависть в людях. Посмотрите, у них там имение. Посмотрите, они богатые. Посмотрите, они успешные. У них пароходы, заводы. Давайте их убьем. И тогда вы будете счастливы. Не будет кому завидовать. Убьем всех талантливых, убьем всех работоспособных, убьем всех трудолюбивых, убьем всех бережливых, экономных, тех людей, которые умеют зарабатывать, работать, управлять предприятиями. И тогда человек, который не хочет работать, не умеет управлять собой, в первую очередь, а потом людьми, ему некому будет завидовать. Все будут равны. И вот мы и убивали в начале 20 века, да и весь 20 век убивали тех, кто хоть как-то немножко лучше нас в чем-то трудился, смирялся перед Богом и что-то приобретал. Вот зависть – это страшнейший грех. И, видимо, что сатана в святополке в старшем брате, который уже занял Киевский престол, и братья не претендовали ни Борису, ни Глебу на этот престол, но святополк, видимо, завидовал Борису, его популярности, любви народной, народ, который испытывал любовь к нему. Он хотел, чтобы убили его, а любят брата. То есть вот это вот еще один грех. Когда не любишь Бога, тогда погружаешься в себялюбие. Себялюбие и самолюбие. Еще одни, две такие тяжелые страсти, в помощи которых сатана порабощает и мучает человеческие души уже в земной нашей жизни. А после смерти просто вот физическое человек положится в бездну страданий, порабощенный этим страстям. Вот человек, который себя любит, он старается, чтобы и вокруг его окружающие его любили, и обижается, и злобится на людей, когда его не любят, и завидует тем, кого любят, и так далее. И вот святополк, плюс ко всему этому, сатана начал научать на братьев, говоря, что вот возможно все-таки. То есть есть еще такой грех, который называется, принимал клеветнические помыслы. Сатана клевещет на ближних наших. Особенно это видно, можно увидеть, если бы мы были мудры, когда человек начинает жить, например, семейной жизнью. Вот приходят два ветхих человека, очень греховных, очень порабощенных страстями, но при этом считают себя праведными, святыми, самыми лучшими, безгрешными, себя считающими. И начинают резко видеть грехи своего мужа или своей жены, видеть грехи, осуждать, злобиться. И сатана знает, что как прекрасно мучить человека, чтобы он страдал, обижался, злобился, завидовал, кричал, возмущался, убегал, ругался, вместо того, чтобы жить и молиться Богу, если этот человек начнет принимать клеветнические помыслы на своего ближнего. И сатана начинает клеветать на него, говорит, особенно показывает его грехи ярко. Смотри, какой плохой, смотри, какой жадный, смотри, какой тебя не любит самолюбие, грех. Тебя он не любит, любит себя. Грех себя любит, должен тебя любить, должен тебе заботиться, должен тебе внимание проявлять, он только о себе думает. Тебя заставляет что-то делать, с тобой плохо обращается, на колени и низ не падает перед тобой, не моет ноги и воду не пьет после этого. Какой злодей? И вот сатана, казалось бы, это смешные и глупые вещи, которые сатана говорит, но человек реально в это начинает верить. И его любимый человек или хороший, которого он еще вчера очень уважал, или который, из которого вступил в брак, становится в демоноподобное существо. Какой демон злой, нехороший, не могу с этим человеком рядом находиться. А находиться рядом нужно, потому что вступили в брак. И поэтому, смотрите, вот, и теперь вы будете мучиться каждый день своей жизни, сколько они будете находиться вместе, потому что приняли клеветнические помыслы, осуждающие друг на друга. А на исповедь не ходите в этом, не каетесь, а не каетесь потому, что считаете себя лучше всех, святыми и правильными, правильными, во всем правыми. И поэтому такой человек каяться не может. Как я могу каяться в грехах, если я во всем прав, а он не прав или она не права. И вот подобными эти все методы, все эти страсти, все эти грехи, они одинаковы для всех людей, абсолютно. Может каждый человек рассказать другому, что его мучает, если он знает, что он мучает самого себя. То, что мучает меня, то, что мучает и остальных людей. У нас сатана одним интересным страстями всех мучает, и всех пытается поработить. И вот святополк в той или иной степени, теми или иными словами и помыслами убеждал его сатана, но он начал подозревать, видимо, своих братьев, ненавидеть, злобиться на них. И однажды, когда его брат Борис находился на берегу реки, на шатре реки Альты, он подослал туда убийц, чтобы убили его брата. Вот до того сатана довел его до безумия, до такого завистию, наверное, самолюбием, себялюбием, клеветническими помыслами на брата, еще чем-то. И он подослал убийц. Один из воинов, все воины были распущены, потому что, видимо, какое-то было уже понимание того, что могут пострадать люди из-за вот этой вот злобы брата на него, и чтобы спасти жизни. Эти жизни были отпущены. И было всего несколько воинов. Один из воинов, родом венгра, пытался защищать. Глеба был убит. И святый Баверный князь Глеб был пронзен копиями. И когда он вышел из сатра, израненный, он молился убийц своих, прося им прощения у Господа, как это делал. И сам Господь распинал на кресте, и первомученики христианские, христианские, любой человек, который стержал святость и любовь к Богу, он любит и ближнего своего, и хочет ему ни погибели, ни отмщения, ни зло, ни какое-то зло, что в жизни пришло, хочет ему спасения и прощения Божьих. Хочет, чтобы ближний, даже который его убивает, но все равно не страдал от своих грехов, был счастлив, был с Богом. И потом его долго добивали, еще один воин продзал его копием, потом еще два варяга, которых послал князь Святополк, чтобы ускорить вот это убийство. Они увидели, что когда везли его в Киев, тело князя Бориса, они видели, что он еще шевельнулся, был жив, хотя весь изранен и без сознания, и они добили его еще раз. И его тело было привезено в Киев, и там погребено. Точно так же, коварным образом, злодейским образом, был убит князь Глеб, который был вызван под ложным предлогом из Мурома. Киевский князь был верховный князь, все остальные князья подчинялись ему. Хотя была сильно междоусобица, был вызван под ложным предлогом из Мурома, и тоже на берегу реки был изранен, убит, и мученческий, с благодарением Богу, без ненависти к убийцам своим, но с ходатайством за них, был убит физически, но живым, приставился к престолу Божию. И вот эти два князя, Борис и Глеб, они были коммунизированы одним из первых, и русской, и константинопольской одновременно церковью. Их подвиг святости не вызывал никакого сомнения в те времена. Сейчас мы, конечно, можем задать вопрос, а в чем святость? Ну вот, родной брат убил одного, убил второго, а их святость в чем? В те времена, братья и сестры, их святость не вызывала сомнений, потому что убивали родные братья друг друга, воевали друг другом, послали войска друг на друга, травили, резали ради власти, ради захвата денег и каких-то мерзких удовольствий. Это был языческий мир, это был мир, который мы не знаем, в котором мы не жили. Это был темный, мрачный, жестокий, безумный мир. И вот в этом темном, мрачном, жестоком, безумном мире, который поклонялся бесам, ибо язычники поклонятся бесам, появляются первые христианские святые, которые говорят своей жизнью и своим подвигам светлым, что вот даже животное, даже насекомое себя защищает, поднимая жало, клешни, чем может защищать свою жизнь. Что у каждого у нас есть инстинкт самосохранения, но что-то есть больше, чем инстинкт самосохранения, что-то есть больше, чем животные, инстинкты, которые нам заложены Богом для продолжения рода, для защиты своей жизни. Больше это есть вера в Бога, больше есть служение Господу и святость, исполнение заповедей Христовых и слов Христовых, которые нам сказаны в Ветхом и Новом Завете. Господь говорит в первом послании апостола Иоанна Богослова, через Иоанна Богослова говорит, что, а кто говорит, что Бога любит, а брата своего не любит, тот лжец, ибо невозможно любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата своего, которого видишь. И вот эти угодники Божии одними из первых, или на Руси вот эту вот бесконечную любовь, любовь к старшему брату, даже убийце своему, любовь, которая несет, ведет за собой незлобие, то, о чем говорит апостол Павел, любовь долго терпит, милосердствует, нищет свои аси, любовь всему веру гемлет, любовь долго терпит, любовь ни калижи не предстоит. Вот, то есть вот любовь, которая брату брат зовет, идите туда, и они идут, младшие братья, относясь к нему как к отцу. Вот отец умер, представился как Господь, значит старший брат у нас как отец будет, хочет, убьет нас, хочет, будем жить. Как он Божий, так и будем делать. Такое установление, послушание оказывая брату своему. Явили любовь к своей дружине, потому что могли воевать, как другие князья, за свою жизнь, могли поднять народ и сказать, защищайте нашу жизнь. Как вот недавно был случай на Урале, один из бывших священнослужителей, игуменов, поднимал народ на защиту самого себя. Защищайте меня, кровь будем проливать, это мой монастырь, меня отсюда не выгонят, будем все биться, воины, офицеры русские, вставайте на защиту меня. Вот, они так не сделали, они не хотели, чтобы русские люди убивали друг друга, защищая одного, пусть и князя, пусть Бориса, князя, пусть Глеба, но защищая одну жизнь или несколько жизней. Идите в свои домы, иди к своим семьям, если нам надо умереть от руки старшего брата, значит, мы умрем, но пусть это будет один человек, я, а не вся моя дружина, или многие люди, многие все иные, сиротет. Вот святость, та, которая сказана, на которой сказано в Евангелии, а нет больше любви, если кто душу свою положит за другие свои. То есть, они отпустили другие свои, свою дружину, спасли им жизнь и свою жизнь отдали. И после их смерти, их смерть была жертвенной, их смерть была мученической, но после вот этого яркого примера, такой потрясающей, вот этой любви, необыкновенной любви, необыкновенного смирения, жертвы с собой ради спасения других людей, вот этой кровью жертвенную была полита русская земля, и после этого начали прекращаться междоусобицы, князья были образумлены, что вот это безумное бедство за властью, за богатством, это бегство, как белка в клетке, в барабане бежит, бежит, бежит очень быстро, но все время стоит на месте, это то, что застрадает делать сатана, то, что приводит к ужасным, ужасным последствиям, к страшным, потрясающим, доводит до брата убийства, и это брата убийства начало стихать на Руси, и очень быстро были канонизированы Борис и Глеб, этим святым угодником, молились о умерении русской земли, о прекращении междоусобицы ради денег, славы и власти, эта междоусобица начала утихать, и многие-многие чудеса начали совершаться по представлению Бориса и Глеба, и были и посмертные явления, очень много явлений этих угодников Божьих, они через всю русскую историю, их помощь идет нашему народу, особенно в трудные времена, был верный князь Александр Невский, когда собирался в Невскую битву, с небольшим ополчением, с малой дружиной, будучи 18 лет от роду, он еще юношей был, против профессиональных воинов, которые самой сильной армии в свое время собирался и молился перед иконой Божьей Матери в храме, просея ее благословения и ходатайской помощи, когда вышел, увидел по небу плывущий ладью, которые были страстотерпцем, Борис и Глеб, которые говорили друг другу, да гребем быстрее, да поможем нашему сроднику Александру, чтобы он победил, это было знание, что святые небесные представители небесного воинства помогут Боверному князю Александру победить и действительно воины видели, как небесное воинство участвовало в этой битве. Точно так же было явление этих святых угодников Божьих, Ницис Александром Евским, Дмитрию Донскому, угоднику Божьему, и во многих других случаях эти святые угодники Божьи, пожертвовавшие своей жизнью, ради спасения других жизней, приходили помогать воинству нашему для защиты не себя самих, а для защиты своей земли, для защиты своих храмов, святых, семей и тех, кто остался сзади наших воинов, защищавших свое отечество, помогали им его защитить. И сегодня, братья и сестры, мы с вами, вспоминая память этих угодников Божьих, должны светло помолиться им, чтобы они нам помогли и чтобы и мы тоже в нашей земной жизни стремились не к усложжению страстями гордости, страстями серебролюбия, властолюбия, чтобы мы с вами освобождались из-под иго-сатаны, освобождались от клеветнических помыслов на брата нашего и на сестру нашу, на мужа, на жену, на родителей, на детей, не злобились, не ненавидели, остяжевали любовь, чтобы мы имели мир между собой, чтобы у нас не было никакой междоусобицы или ненавистной Богу розни мира сего, разделенной своими своеволиями, но чтобы мы все вместе служили Богу, исполняли Его святую волю и все вместе в единомыслии прославляли Бога, ходя в святый православный храм, исповедуясь и каясь глубоко в своих страстях, в своих грехах, понимая их и видя их, как сатана пытается нас поработить, смутить, разорить нашу жизнь, наши души, наши семьи, и в этом каялись, и в таинстве исповеди братья и сестры, таинстве покаяния получали всесильную силу Божию, благодати, которая разрушает козни дьявольские и восставляет нас в служение Богу, снова и снова от греха нас восставляя. Помоги нам, Господи, чтобы мы спасали все бессмертные души, стяжали любовь к Богу и ближнему своему, а ближний наш нам и дан для того, чтобы мы видели, есть ли у нас любовь к Богу или нету. Любим ли мы ближнего? Если не любим, значит и Бога не любим, а если любим ближнего своего, значит и Бога любим. Помоги нам, Господи, чтобы мы не себя грустно и тоскливо любили себя любием и самолюбием, а любили Бога ближнего своего и через это исполнялись радости неизреченной, счастья, спасения души и жизни вечной, здесь и вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Аминь.